В Таразе стартовали 15-е областные дельфийские игры. Они давно стали престижным фестивалем в мире профессионального искусства. Ежегодно они собирают творческих молодых людей и дают им возможность поделиться опытом, повысить собственный уровень. О том, как проходило открытие этого масштабного события, узнаете в следующем материале. Центральный концертный зал Болосагун, где состоялось торжественное открытие 15-х областных дельфийских игр, с трудом вмещал всех желающих, каждого участника сопровождала группа поддержки из родственников и друзей. В этом году конкурс состоит из 19 номинаций, в числе которых игра на фортепиано, скрипке, аккордеоне, саксофоне, академическое, народное и эстрадное пение, народные, современные танцы, а также изобразительное искусство. По словам руководителя областного молодежного ресурсного центра, в этом году отличительной чертой этих игр является пение на языке жестов. Целью дельфийских игр является выявление талантливой молодежи, поддержка и способствование реализации их потенциала. В этом году на дельфийских играх есть у нас еще одна особенность. Мы учредили еще одну номинацию, это сурдопение и танцы для лиц с ограниченными физическими возможностями. То есть у нас две новые номинации. Мы в дальнейшем будем это направление, естественно, развивать и будем поддерживать наших особенных ребят. В настоящее время национальные дельфийские игры проводятся во многих странах. В Казахстане они впервые были проведены в 2006 году в городе Астане. С тех пор каждый год при поддержке Министерства образования и науки игры проводятся в каждом регионе страны. Я студентка Тарасского государственного университета. Наш университет уже второй год принимает участие на дельфийских играх. В прошлом году наш ансамбль занял второе место. В этом году мы надеемся, что мы выиграем. И мы старались, мы долго готовились к этому конкурсу. В прошлом дельфийских играх лично я участвовала и в современном ансамбле, и в народном. Наш народный ансамбль занял второе место, а современный занял третье место. Еще одна участница областного конкурса студентка из Курдайского района Валерия Тедеева. Она играет на фортепиано. Играю я на фортепиано. Долго готовились. Столько труда ушло. Надеюсь, что победила. Будет победа. Завершился праздник молодости и творчества гала-концертом и вручением дипломов и ценных призов победителя. К слову, победители 15-х областных дельфийских игр примут участие на республиканском уровне. Нургалий Сабитов, Долашик Манбетов, 7.7 News.